Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому я хотел бы вернуться к самым удивительным экспериментам, а именно экспериментам, которые показывали, что электрон дефрагирует даже когда он один. Вот опыты, которые мы с вами смотрели, фирма Hitachi позволила нам посмотреть видео. Но немножко вернемся к этому эксперименту, потому что он, на мой взгляд, даже более интересный, чем тот эксперимент Йонсона, который в 1961 году был проведен и был признан один из самых лучших экспериментальных результатов, полученных за последнее время. Значит, вернемся к этой картиночке. Вот оно здесь слева внизу нарисовано, я покрупнее нарисую. Это электронный микроскоп. Значит, вот здесь две пластины, они заземлены. Земля, а в середине находится положительный электрод. Тогда если вот сюда бросать пучок электронов, а бросали электроны с очень малой интенсивностью, то есть с очень малым числом электронов в единицу времени на единицу площади. И мы видели с вами вспышки отдельных электронов. Тогда можно рассмотреть прохождение этого электрона следующим образом. Вот здесь волновая функция свободного электрона. Если я выберу оси координат вот таким вот образом, это у меня будет Х, а вот это у меня будет З. Тогда вот эта волновая функция, ну, это просто будет волновая функция свободного электрона. И это будет волновая функция, которая пропорциональна, ну, скажем, какая-то амплитуда. Здесь будет Е и К, поскольку здесь только волновой вектор по Z, поэтому напишу КЗ на Z. Итак, эту волновую функцию мы с вами получали, мы ее запишем для какого-то момента времени, поэтому временную часть мы здесь можем опустить, она будет как постоянный фазовый множитель. И когда будем брать и считать плотность вероятности, там войдет Пси, сопряженная на Пси, этот постоянный множитель даст нам единицу, и поэтому его можно не учитывать. Идея эксперимента, который проводили сотрудники Хитачи, такая. Эта электронная система позволяет нам получить два пучка, у которых волновые векторы находятся под некоторым углом. Ну, понятно, что будет происходить. Электрон, который будет проходить вот здесь, будет испытывать, ну, скажем, какое-то отклонение вот в этом направлении, будет притягиваться положительным электродом. А если проходит вот здесь, то соответствующая волна будет нарисована как-то вот так. Итак, эта ситуация нам напоминает, это и есть электронная бипризма. Значит, если я оптическую аналогию проведу и посылал бы вот плоскую волну вот сюда, на призму, вот эта бипризма у меня, то через эту призму у меня плоская волна пошла бы вот таким вот образом. Ну, это соответствует одной из этих волн. А вот через эту призму она отклонялась бы вот таким вот образом. И тут, где эти две волны пересекаются, вы в оптике, наверное, получали соответствующие формулы, вы наблюдали бы интерференционную картину. Ну, давайте напишем здесь, как это будет выглядеть. Для вот этой волны мы будем считать, что это тоже плоская волна. То есть волна изменила направление волнового вектора, у этой волны он вот так направлен, а у этой волны вот так. Пусть это будет К1, а вот это будет К2, векторный напишем. Тогда вот эта волна К1, это будет Пси1, которая будет равна, ну, скажем, некой амплитуде, а здесь будет Е и КР, К1, К1 на Р. Тогда это можно расписать как Е в степени ИКЗ на З, и на Е в степени И, поскольку у нас эта волна отклоняется сюда в положительном направлении Х, то это будет Е в степени ИКХ на Х. Ну, для второй волны все аналогично, вот для этой волны. Только там будет стоять К2, возьмем такую же амплитуду, К2 на Р равняется А на Е и, ну, КЗ у них одинаковый, на З, а здесь будет стоять минус, Е в степени минус ИКХ на Х, потому что эта волна имеет проекцию по оси Х, она отрицательная. И вот здесь, где эти волны у нас пересекаются, мы должны наблюдать интерференционную картину, которая будет описываться плотностью вероятности, которую можно получить в виде суперпозиции вот этих двух волн. Вот это один из самых важных результатов, которые мы с вами наблюдали и которые мы получили на прошлых лекциях. Электрон, даже когда он один, он находится вот в таком, с классической точки зрения непонятном состоянии, что он одновременно находится и вот в этом состоянии, Пси-1, и вот в этом состоянии, Пси-2. То есть в квантовой механике одним из основных принципов является принцип суперпозиции состояний. Эти состояния, вообще говоря, взаимоисключающие, но электрон, не очень понятным для нас образом, находится в состоянии Пси, которое определяется суммой вот этих вот состояний. То есть суперпозиция Пси будет равняться Пси-1 плюс Пси-2. Ну и тогда распределение плотности вероятности найти электрон вот здесь, вот эта ось Х у нас, она тогда будет определяться следующим образом. Это будет Пси на Пси сопряженный. Физический смысл вероятности мы уже с вами знаем. Значит, тогда мы должны взять произведение Пси-1 плюс Пси-2 сопряженное. Соответственно, на Пси-1 плюс Пси-2. И это будет равняться, как нетрудно видеть, вот у нас Пси-1 и Пси-2 написаны. Значит, здесь будут такие члены. Пси-1 сопряженное на Пси-1. Это даст нам некий квадрат амплитуды А для вот этой функции. Плюс Пси-2 на Пси-2. Здесь сопряженное, здесь не сопряженное. Поэтому здесь тоже будет А2 в квадрате. Ну и плюс так называемые интерференционные члены, которые будут равны перекрестным членам. Это значит Пси-1 сопряженное умножить на Пси-2. И плюс Пси-2 сопряженное умножить на Пси-1. Ну, нетрудно подставить Пси-1. Здесь у нас Пси-1 сопряженное на Пси-2. Пси-2 на Пси-1. Это равняется... Давайте смотреть. Когда мы подставим сюда Пси-1 и Пси-2, то общий множитель Е и КЗ... Значит, здесь у нас будет Е и КЗ, но сопряженное Е минус и КЗ даст нам единицу. Вот эту штуку ее можно не учитывать. А до 100 в квадрате. И тогда результирующее распределение плотности вероятности будет определяться следующим образом. Я вынесу здесь двойку. Здесь будет 2А квадрат. Вынесем сразу сюда. А в скобках здесь будет стоять что? Единичка плюс... А здесь у нас произведение функции Е и КХ. Давайте смотреть. Значит, вот это первое сопряженное, это будет Е и сопряженный минус и КХ на Х. А вот эта величина Пси-2 у нас равняется... Смотрим на вторую функцию. Она тоже равна Е минус и КХ. Поэтому вот этот член будет... Здесь двоечка появится. Давайте я покрупнее перепишу, чтобы было видно. Значит, это будет Е минус и 2 КХ на Х. Это вот этот член. А этот будет плюс. Ну, здесь будет все то же самое. Если подставить, только сопряженный Пси-2 поменяет знак. Вот у этой экспоненты. И здесь будет и К... Тоже 2. Здесь будет КХ на Х, только с плюсом. Ну и сумма этих экспонентов, она дает нам 2 косинуса, 2 КХ. Двойку мы выносим с амплитудой сюда, поэтому здесь будет косинус 2 КХ на Х. Ну вот, собственно, мы с вами получили интерференционные полосы. Когда косинус равен единице, здесь будет четверка в результате получаться. Это у вас максимум интенсивности будет. Максимум интенсивности, если бы мы использовали свет. Или максимум плотности вероятности, поскольку мы считаем с вами Пси-квадрат, а физический смысл Пси-квадрат – это плотность вероятности найти частицу в окрестности Х. Ну, эту штуку можно преобразовать. Это будет равняться 4А в квадрате. Ну, по тригонометрическим формулам это будет равняться косинус квадрат. Здесь надо взять половинный угол КХ на Х. Ну вот, мы получили замечательный результат. И таким образом мы с вами получили, что находясь вот в таком состоянии суперпозиции двух, вообще говоря, взаймоисключающих состояний, то есть электрон как бы проходит через левую половину нашего микроскопа или через правую половину. Но то же самое мы получили бы, если бы мы рассматривали схему Юнга с двумя щелями. У нас электрон проходил бы через одну щель и через вторую. И мы суммировали бы соответствующие ПСИ1 и ПСИ2 для схемы Юнга. Наверное, вы, может быть, на семинарах уже это делали. Но, по крайней мере, на оптике вы это наверняка делали. Поэтому мы схему Юнга повторять не будем, но результат будет совершенно такой же. И тогда вот в той области, где у нас пересечение этих двух плоских волн, вот там у нас получаются интерференционные полосы, которые описываются вот этой формулой. Но это не интенсивность света, а это плотность вероятности найти электрон с координатой какой-то х. Но самое интересное, что мы с вами видели, что здесь нет непрерывного распределения. А мы с вами видели, вернее, когда мы, помните, слышали фотоны, там кликали фотоны. Помните, я приносил счетчик и фотоэлектронный умножитель, и все слышали, как кликают фотоны. Тик-тик-тик-тик-тикали. Чем больше света я давал, тем больше становилась скорость таких тиков. А здесь уже визуальная регистрация идет электрона. И вот здесь у нас будет больше электронов. Здесь будет больше. Но самое удивительное вот что. Вот эта вот функция, она показывает нам возможные исходы нашего эксперимента, вероятность возможных исходов. И она, видите, такая протяженная и как бы гладкая. Но когда реализуется одна из этих возможностей, что мы с вами видели? Мы с вами видели вспышку, ну скажем, вот здесь вот. Здесь появлялся электрон. И это его волновая функция, которая была равна суперпозиции Пси-1 и Пси-2. Вот в этот момент регистрации электрона, она, как говорят, испытывает коллапс. Эта функция меняется на совершенно другую. Вот если я посмотрю на волновую функцию вот этого электрона, но она должна быть какая-то узенькая, наверное, вот такая вот, описывающая положение этого электрона, ну вот с какой-то координатой там х-штрих. Мы видим, что помимо суперпозиции, и эта суперпозиция как-то меняется во времени, вот эта функция Пси, наблюдается еще скачкообразное изменение волновой функции, которая называется редукцией или коллапсом волновой функции. При этом электрон остается вот в этом состоянии, состояние с волновой функцией, отвечающей определенному значению х на этих интерференционных полосах. Это очень важный момент, и сейчас, когда мы будем формулировать некие постулаты, мы вспомним об этом моменте, потому что один из постулатов как раз будет говорить, что если мы провели измерение и наблюдаем какую-то наблюдаемую величину, в данном случае х-штрих, то квантовая частица будет оставаться в этом состоянии. Значит, я уже говорил только что, что вот эта функция Пси, вот эта Пси, она у нас меняется определенным образом, и вы можете спросить, а как она меняется? И вопрос будет совершенно правильный, я бы его даже немножко заострил. Мы все время говорим о какой-то волновой функции, когда мы говорили, что волна Дебройля описывает свободную частицу, и волна Дебройля, которая зависит, ну скажем, давайте одномерный случай возьмем для простоты, трехмерный легко будет получить, это будет опять нормировочная константа, здесь будет ЕИ, здесь будет П поделить на H, минус Е поделить на H, это омега, здесь будет Х, а здесь будет Т. Вот мы взяли волну Дебройля. Мы говорим, волна, волна, но вы в оптике получали волны, откуда вы их получали? Ну, из волнового уравнения, это было решение волнового уравнения. Естественно, задаться вопросом, а что здесь является волновым уравнением, которое рождает вот такую волну Дебройля? Поэтому давайте попробуем, как бы получить это волновое уравнение, на самом деле это уравнение Шрёдингера, которое описывает эволюцию волновой функции для нерелятивистской частицы. Получить его и вывести его мы не сможем, но так же, как, например, мы не смогли бы вывести второй закон Ньютона. f равняется ма, попробуйте вывести, можно, наверное, вывести из каких-то общих принципов, скажем, принципа наименьшего действия и так далее. Но вообще говоря, это уравнение является результатом экспериментальных наблюдений и подтверждается многочисленными экспериментами. Точно так же и для уравнения Шрёдингера. Однако некие намёки, как его образовать, мы сейчас сделаем, и это прояснит нам, опять-таки, некоторые моменты, связанные с постулатами квантовой механики. Ну, поэтому давайте попробуем взять первую производную по времени. dπ от xt по dt. Ну, нетрудно продифференцировать по времени эту экспоненту. У нас вылезет, что минус e на h и ещё i. Значит, это будет минус i, e на h. Да, всё. И сама, опять-таки, волновая функция psi от x от t. Отсюда следует, что я вот этот множитель i на h перенесу сюда. Перенесу сюда, тогда здесь будет следующее. Умножу на i и h перенесу туда. Тогда у меня формула будет такая. Здесь будет i h, а здесь будет e. Это наша энергия. Это, как бы, число a. Таким образом, я получаю очень интересную зависимость. Смотрите, вот слева у меня стоит некий дифференциальный оператор. Он действует на вот эту волновую функцию и опять получает эту волновую функцию, но с некоторой константой e. Такое уравнение называется уравнением на собственные значения и собственные функции. Вот такая функция, которая удовлетворяет вот такому уравнению, является собственной функцией вот этого оператора. Но этот оператор похож на оператор энергии, поскольку вот это вот его значение, это энергия. Возьмем производную по x первую. Тогда dс по dx. Ну, опять-таки, легко дифференцируется. Это будет константа. А уйдет у нас в psi. Поэтому, когда продифференцируем по x, вылезет и на p поделить на h. p поделить на h. И здесь будет сама волновая функция x от t. Значит, второй намек. Смотрите, вот это равенство я также перепишу, умножу на i. Здесь будет минус единица. И тогда эту минус единицу перенесу сюда. И здесь будет такое уравнение. Минус i на h. d по dx равняется p на саму функцию. Опять мы получаем некое уравнение, которое, по сути, является уравнением на собственные значения. Здесь собственным значением будет значение p. Поэтому, ну, очевидно, что вот эту штуку можно отнести к некому оператору, который будет отвечать за импульс у нас. А это у нас волновая функция psi от x от t. Она является собственной функцией этого оператора. Потому что действие этого оператора просто сводится к умножению вот этой константы p на саму эту функцию. Ну, нас, вообще говоря, интересует еще вторая производная. Почему? Потому что нас интересует для неративистской частицы соотношение какое? Для неративистской частицы E это будет равняться для свободной частицы p квадрат на 2m. p квадрат на 2m. Поэтому, чтобы получить у нас есть p линейное, нам нужно еще p квадрат. Тогда возьмем вторую производную. Значит, когда мы возьмем вторую производную вот от нашей волновой функции, тогда получится следующее. d2 psi от x t по dx в квадрате будет равняться... Ну, два раза вылезет и p на h. Значит, и p на h это будет в квадрате. Ну, и сама волновая функция psi от x от t. Так, таким образом, что мы получаем? Вот эта величина, мы можем эту величину записать как p в квадрате, и мы ее запишем немножко по-другому. Значит, h в квадрате мы перенесем сюда, а здесь будет минус единица. Значит, это будет минус p в квадрате. Этот минус можно перенести умножив здесь и здесь на минус единицу. Здесь будет минус h в квадрате. Перенесем сюда. Ну, и здесь будет d2 psi от x t по dx в квадрате. И это равняется p в квадрате. Ну, а чтобы получить энергию p в квадрате на 2m, давайте эту величину разделим на 2m. Ну, и вот здесь разделим на 2m. Ну, а здесь у нас осталась функция psi от x от t. Таким образом, для того, чтобы удовлетворить вот этому дисперсионному соотношению для нерелятивистской частицы у нас должно выполняться следующее уравнение. Вот это p квадрат на 2m. Это вот эта величина. Значит, я могу это записать следующим образом. Минус h квадрат на 2m. Здесь будет вторая производная d2 по dx квадрате. Сейчас мы умножим, ну, умножим давайте на psi. Так, это у нас p квадрат на 2m. И это равняется энергии. А энергия у нас вот она, вот там верхняя строчка. Значит, это будет и h, а здесь будет dps от x t по dt. Здесь тоже от x t. Ну, вот мы, собственно, с вами получили уравнение Шреддингера для свободной частицы. Для свободной частицы вот это что стоит? Это вообще, говоря, энергия свободной частицы. Ее можно обозначить оператором неким h. Оператор энергии это гамильтониан. Знаете, сумма кинетической и потенциальной энергии это будет гамильтониан. Поэтому вот это уравнение для свободной частицы мы можем попробовать улучшить и получить уравнение, которое будет справедливо и для несвободной частицы. Это что значит? Это значит, частицы движутся в каком-то потенциале, потенциале у от x. Поэтому вот сюда, вот в эту энергию я должен включить помимо кинетической энергии я включу еще и потенциальную энергию плюс у от x на psi от x от t. И вот это уже будет называться уравнением Шрёдингера, которое будет справедливо не только для свободной частицы, но и для частицы, которые находятся вот в таком потенциале у от x. Можно вот эту величину объединить. Здесь psi от x вынесем. А здесь поставим скобочку. давайте квадратную поставим вот такую. И тогда то, что стоит в квадратных скобках, это и есть гамильтониан, это и есть кинетическая плюс потенциальная энергия, умножается на psi. И тогда уравнение Шрёдингера записывается очень просто и компактно. И h d psi от x t по d t равняется оператор гамильтона h умножить на psi от x от t. Вот мы с вами получили очень красивый результат. Это и есть уравнение Шрёдингера. Смотрите, в чем как бы прелесть этого уравнения. Это уравнение связывает изменение волновой функции во времени с самой волновой функции как бы в предыдущий момент времени. Что такое вот это d psi по d t? d psi по d t мы запишем так. Это будет psi от t плюс дельта t производную как мы берем минус psi от t это будет дельта дельта psi. Ну и надо поделить это на дельта t. Вот то, что здесь написано. Это вот эта величина. Поэтому уравнение Шрёдингера нам говорит следующее. Я и h перенесу туда и тогда у меня будет psi от x плюс дельта t psi от x плюс дельта t вот эта величина равняется вот это дельта t умножится вот на эту штуку. Значит это будет и h на psi от x от t умножить на дельта t но еще надо здесь разделить на и h и h так а вот эту штуку перенесу сюда psi от t так здесь с плюсом и здесь с плюсом смотрите что получается у нас получается что волновая функция в момент времени x плюс дельта t в более поздний момент времени определяется значением волновой функции в момент времени t а что это такое это голый детерминизм точно так же как у нас в классике следующий момент времени определяется предыдущим то есть получается что вроде бы та зависимость от неких вероятностей о которой мы обсуждали присутствует ли она здесь она присутствует получается что волновая функция детерминирована она меняется в соответствии с уравнением Шредингера вот по такому вот закону в соответствии с уравнением Шредингера и она подчиняется вот детерминизму но где будет находиться частица когда мы найдем вот в какой-то другой момент времени вот эту волновую функцию то есть эволюция волновой функции детерминирована но положение частицы будет определяться вероятностью то есть квадратом Пси поэтому очень интересная ситуация с одной стороны волновая функция детерминирована а с другой стороны законы те которые мы с вами обсуждали и надо вычислять тот самый Пси квадрат который даст нам плотность вероятности и позволит вычислять средние или дисперсии или отклонения различных физических величин вот все вот эти подсказочки которые мы сейчас использовали мы попробуем теперь проследить рассматривая вот те правила или как говорят постулаты квантовой механики нет однозначной какой-то формулировки для этих постулатов разные авторы выбирают различные скажем положения которые считают наиболее важными но мы возьмем следующие постулаты сейчас я включу слайд так вот квантовые принципы вот постулаты квантовой механики значит теперь мы давайте с вами теперь нам уже много из этих постулатов будет ясно поскольку мы очень подробно рассмотрели как мы какими намеками мы к ним пришли значит первый постулат но мы его уже с вами обсуждали электрон во-первых первый постулат это наблюдаемый величине а ставится в соответствие оператор а с крышечкой это оператор оператор действует на некий объект и вообще говоря получается другой объект в данном случае оператор будет действовать на волновую функцию и будет получаться некая другая функция и вообще говоря можно рассмотреть некое такое множество этих функций это немножко напоминает может быть вам линейную алгебру оператор действует матрица действовала на вектор и переводила этот вектор в другой вектор на самом деле вот эта аналогия она просто прямая волновая функция в конечном счете мы на следующей лекции это покажем с вами она является вектором в гильбертовом пространстве потому что надо определить некоторые правила над этими волновыми функциями а правила мы знаем какие операторы должны быть линейными чтобы сохранялся принцип суперпозиции и волновое уравнение которое мы получили оно тоже линейное вот и поэтому вот этот вот эта аналогия она совершенно правильная и совершенно однозначная значит еще раз вот это уравнение на собственные функции и собственные значения то есть измеряемые значения величины определяются уравнением на собственные значения этого оператора оператор умножается на вот эту собственную функцию и равняется а на фиа любая ли функция будет собственной этого оператора нет только определенный класс этих функций При этом он, видите, только величину этой функции меняет, он не изменяет саму эту функцию. Если провести аналогию с вектором, то этот оператор что бы делал? Он умножал вектор на константу какую-то, то есть он не менял бы направление вектора. Вот состояние будет определяться, по сути, неким направлением. Но это следующая лекция. Сейчас пока мы остановимся на этой штуке. И примеры этого мы видели вот здесь. Оператор импульса действовал на волновую функцию и давал значение импульса. Оператор D по Dт действовал на Пси и давал Е. Так что эта штука нам теперь понятна. Теперь следующее. Если измерение наблюдаемой величины дает значение А, то состояние системы сразу после измерения определяется собственной функцией, соответствующей этому собственному значению. Что это такое? Мы только что с вами обсуждали. Электрон воткнулся вот в регистрирующую систему, и там у него стала своя волновая функция. Эта вещь, по сути, описывает редукцию или коллапс волновой функции. То есть, если я измерил электрон в какой-то точке, вот только что мы с вами рисовали эту точку, вот здесь вот, вот. То волновая функция будет сразу после этого измерения соответствовать тому собственному значению, которое мы получили, и той волновой функции, которую мы получили. Вот здесь мы получим вот такую остренькую, какую-то очень узенькую функцию, соответствующую положению электрона с данной координатой. Следующий постулат. Состояние квантовой системы описывается волновой функцией. Но это мы уже с вами знаем, и мы предприняли не один шаг, чтобы объяснить смысл этого описания. И причем среднее значение любой наблюдаемой вычисляется по формуле вот такой. Значит, если здесь поставить Пси сопряженные на Пси, а здесь, например, взять оператор просто значение Х, то мы получим среднее значение Х. Но здесь надо соблюдать порядок. Вот этот вот, как говорят, сэндвич, который написан вот здесь, он должен быть сохранен. То есть, должно быть написано Пси сопряженное, потом стоять оператор, а потом Пси. Оператор действует вот на эту волновую функцию, и потом уже результат перемножается вот с этой волновой функции, и берется интеграл. Значит, имея вот эту формулу, мы теперь можем вычислять средние значения переменных, которые соответствуют, средние значения наблюдаемых, которые соответствуют различным операторам. Для этого просто надо знать вид оператора, а некоторые мы уже знаем, например, вот оператор П, и подставить вот сюда, а получим соответствующее среднее значение. Ну и последний постулат, который здесь четвертым номером идет, это то, что волновая функция, откуда ее брать, находится из уравнения Шредингера. Ну, намеки мы здесь сделали, как она получается, и мы можем просто постулировать, что вот эта волновая функция, то есть вот это уравнение определяет эволюцию волновой функции, которая будет определяться гамильтонианом системы H. Вот такая система постулатов. Давайте теперь рассмотрим конкретные какие-то примеры, которые могли бы нам ситуацию сделать еще более ясной. Ну, мы уже только что рассматривали, как электрон втыкается в, скажем, измеритель координаты. Это может быть там какая-то ПЗС-матрица, которая фиксирует этот электрон в данной точке. И тогда имеет смысл рассмотреть в соответствии с первым постулатом собственные функции и собственные значения оператора координаты. Ну, вот если у меня, опять возьмем одномерный случай, Х. Ну, трехмерный надо записать для оператора Гамильтона. Ну, надо поменять вторую производную ДПДХ на что? Вместо ДПДХ надо поставить оператор Набло в квадрате, да? Это будет ДПДХ в квадрате плюс ДПДУ в квадрате плюс ДПДЗ. Ну, вы, надеюсь, сможете сами это сделать. Ну, может быть, потом мы напишем это уравнение и для трехмерного случая. Оно очень легко получается из одномерного. Значит, если у меня электрон попал вот сюда, в какую-то точку Х', то его волновая функция будет выглядеть как-то вот так вот. Если идеально у нас его координата только Х', это что означает? Что вот эта волновая функция равна везде нулю, кроме вот одной этой точки Х', он попал в Х'. Что это за уравнение тогда мы получим? Значит, оператором координаты является просто координата частицы. Значит, Х равняется Х. Х – это оператор координаты, а это его как бы реализация. Мы просто можем умножать Х на соответствующую функцию, и тогда получим следующее уравнение. Значит, Х-оператор действует на волновую функцию. Давайте ее напишем Фи. Она будет отвечать определенному значению Х'. Но эта функция от чего? Она от Х'. Мы сейчас берем, потом нам это станет более ясно, как говорят, мы рассматриваем координатное представление операторов и волновых функций. Поэтому все зависимости у нас будут от Х', от координаты. Вот этот значок означает то же самое, что и вот здесь. Это собственное значение, вот видите, Фи А, а здесь у нас Фи Х'. Тогда, если Х-оператор Х – это просто Х, это равняется Х на Фи Х' от Х, и это равняется чему? Собственному значению. Какое собственное значение? Х' на Фи Х' от Х. Получается такое необычное уравнение. Смотрите, здесь Х умножается на функцию, вот это вот, и равняется Х', умноженное на ту же функцию. Как так может быть? Это может быть только в том случае, если сама вот эта функция, Фи от Х', равна чему? Она бесконечно узенькая, она отлична от нуля только в точке Х'. Это дельта функции Дерако. То есть, Фи Х' от Х, вот это уравнение будет выполнено, если это дельта Х минус Х'. Потому что вот эта функция отлична от нуля только в одной точке, Х, равная Х'. И причем она не просто отлична от нуля, а она там становится бесконечно большой. Так, чтобы интеграл по этой функции, а мы знаем, что интеграл, он дает нам некую вероятность найти частицу, когда мы брали Пси в квадрат, умножали на ДХ, интегрировали по всей области, мы получали, вообще говоря, единицу. То есть, частица находится в какой-то этой области. Поэтому можно представить дельта функцию следующим образом. Это такая узенькая функция, которая находится в точке Х'. Ну вот ширина этой функции у нас будет Эпсилон, пускай бесконечно маленькая величина, а высота тогда, чтобы интеграл был равен единице, будет единица на Эпсилон. Тогда вот этот интеграл будет равен единице. То есть, интеграл от дельта Х минус Х' по ДХ равен единице. Это одно из основных свойств дельта функции, и мы часто будем им пользоваться. Ну, какие еще есть свойства этой замечательной функции? Ну, математики ее не назвали бы функцией, они называются, вообще говоря, распределением. Но мы будем ее использовать и говорить о том, что это дельта функция Дерака. Значит, следующее свойство этой функции, если... Ну, здесь пределы надо какие взять? От минус бесконечности до плюс бесконечности. Правильно? Понятно, да? Значит, следующее свойство дельта функции очень важное. Если я возьму интеграл от какой-то функции Ф от Х и умножу на дельта функцию Х минус Х' и проинтегрирую по этой функции, то понятно, что я получу. Вот у меня какая-то широкая функция Ф от Х, а здесь у меня вот такая дельта функция. Эта дельта функция вырежет единственное значение Х, равное Х' потому что вот эта функция отлично от нуля только в точке Х'. Поэтому я могу вот сюда подставить Х' в этом интеграле. Здесь минус бесконечности до плюс бесконечности. И тогда, очевидно, я получу следующее. Ф от Х' вынесется сюда, а под интегралом останется вот это вот дельта Х минус Х' по ДХ, а это единица. Значит, эта величина равняется Ф от Х'. Хорошо, следующее свойство, вот как раз о котором мы сейчас говорили, следующее свойство такое. Вот у меня одна дельта функции в Х' и, скажем, второе положение частицы я мог бы фиксировать в какой-то точке другой, Х2'. Тогда очевидно, что у нас должны эти функции, как говорят, быть ортогональны. То есть проекция одной функции на другую должна давать нам ноль. Что такое проекция одной функции на другую? Мы с вами определим это следующим образом, но более подробно на следующей лекции. Скажем, сколько содержится вот в этой функции и вот этой функции. Это определяется чем? Это определяется интегралом вот этой функции, если я обозначу, скажем, Фи Х', тогда соответствующее перекрытие этих функций, скажем так, Фи от Х', здесь будет Фи от Х'2'. Будет определяться следующим образом. Х' от Х, здесь будет сопряженная величина, а здесь будет Фи от Х'2', от Х' и интеграл по ДХ'. Значит, что это такое? Смотрите, если у меня эти две функции совпадают, то я получу величину, которая отлична от нуля. Если эти две функции не совпадают, вообще говоря, я должен получить отсутствие вот такого перекрытия или пересечения этих функций, или вот эта величина, на самом деле, дальше мы будем называть такой интеграл, если мы его напишем для произвольных функций, интеграл, ну давайте напишем, это полезная вещь, Пси сопряженная, я возьму Пси какую-то произвольную, какую-то функцию, на Хи, какая-то другая функция, здесь будет от Х, здесь будет от Х по ДХ, вот такая величина, это скалярное произведение вот этой функции на эту функцию, по определению. И скалярное произведение обычно обозначается с использованием так называемых скобок дираковских, то есть эта величина будет записываться следующим образом, Пси, а вот эта величина будет Хи. Это напоминает скалярное произведение, там, А на Б и на угол, на косинус угла между ними, только не круглые скобки, а вот такие. Вот эта скобка называется Бра, а вот эта скобка называется Кет. Таким образом, вот эта величина мы будем называть в дальнейшем амплитудой вероятности, и вы поймете почему чуть попозже. И у нее простой физический смысл. Вот если вот эту величину возвести в квадрат, то это есть вероятность перейти вот из этого состояния вот в это состояние. Ну, может быть, это лишнее, что я сейчас говорю, но в дальнейшем на следующей лекции нам это очень пригодится, поэтому будем привыкать, во-первых, вот к этим обозначениям, во-вторых, вот к представлению вот такого перехода из одного состояния в другое состояние. Ну вот здесь давайте возьмем вот эту величину, и мы знаем, что вот эта дельта-функция Х-Х', а вот эта дельта-функция это Х-Х2'', поэтому это отступление лирическое, хотя и очень важное, но давайте сотрем пока, и напишем, что это равняется интегралу. Здесь будет стоять дельта Х-Х' на дельта-Х минус Х2' по ДХ. И чему это равно? Ну, очевидно, что если я буду, вот у нас правило, любую функцию Ф от Х, я буду интегрировать вот это правило, вот оно, Ф от Х на дельта-Х минус Х'', мне надо вот сюда подставить Х'', поэтому я должен вот в эту функцию, если я вот эту функцию рассматриваю как дельта-функцию, поставить Х2'', то есть это будет просто-напросто дельта-функция от Х' минус Х2'. Таким образом, мы получили с вами очень интересный результат. Во-первых, мы имеем волновые функции, это дельта-функции дираковские, во-вторых, мы имеем спектр оператора координаты, этот спектр простирается от минус бесконечности до плюс бесконечности, Х меняется от минус до плюс бесконечности. Ну и этот спектр какой? Непрерывный, он недискретный. Х меняется непрерывным образом. И еще один результат. Мы видим, что для непрерывного спектра мы должны использовать условия нормировки, вот это вот, это и есть по сути условия нормировки, нормировки и ортонормированности. Вот эти две функции с собственными значениями Х' и Х2' будут определяться условиям ортонормированности дельта Х' минус Х2'. Дальше мы напишем соответствующие условия для дистретного спектра, там вместо дельта-функции будет более простая функция, это дельта-символ Кронекера. Хорошо. Ну и некоторое еще представление для функции дираковской я напишу, потому что оно очень важное. это представление такое, интеграл от Е в степени и КХ. Почему? Видите, КХ здесь совершенно равноправный. Значит, от минус бесконечности до плюс бесконечности. По ДХ, это будет равняться 2П, а здесь будет стоять дельта от чего? Раз я интегрирую по Х, то это будет дельта от К. Ну и никто нам не мешает написать точно такой же интеграл, только уже интегрировать не по Х, а по К. Е и КХ, здесь будет ДК, и это будет равняться 2П, а здесь дельта от чего будет стоять? Ну если интегрирую по К, то остается Х. Вот очень удобное представление волновой функции, которым мы сейчас будем уже пользоваться с вами. Потому что мы сейчас рассмотрим собственные функции и собственные значения оператора импульса. Итак, оператор импульса П равняется минус ИН ДПДХ для одномерного случая, это ПХ фактически. Но мы не будем писать ПХ, чтобы не загромождать. Работаем с одномерным случаем. Если трехмерный случай, то П будет равняться минус ИН на дельта на дельта это оператор НАБЛОМ. Дельта равняется И на ДПДХ плюс Ж на ДПДУ плюс К на ДПДЗ. Ну, как обычно, раскладываем НАБЛОМ на три вектора. Так, но мы одномерный случай пока рассматриваем и поэтому решаем следующее уравнение. Значит, оператор П действует на свою функцию. Это будет минус ИН на ДПДХ функцию обозначим ФИ и она будет соответствовать собственному значению какому-то ну, пусть это будет П' так же, как у нас там было Х' но это функция от Х по-прежнему работаем в координатном представлении. Так, и это тогда равняется чему? Раз у нас собственное значение П' то вот здесь я должен поставить П' ну и саму эту функцию ФИ П' от Х. Это уравнение очень простое. Почему? Потому что производная от функции дает саму функцию что это за функция? Производная от которой дает саму функцию. Знаете вы такую функцию? Экспоненты. Ну, конечно, это экспоненты. Поэтому поэтому мы можем сразу написать результат и написать, что волновая функция ФИ от П' будет равняться А на экспонента а здесь будет стоять и на П' поделить на H Х Это волновая функция от Х вот она от Х и она соответствует собственному значению П' вот оно П' здесь стоит П' Как найти константу А нормировки? Ну, мы только что с вами видели когда рассматривали непрерывный спектр для Х что нам надо эту функцию нормировать на на что? На дельта функцию тогда мы должны написать следующее с вами интеграл значит условия нормировки это будет такое П' си сопряженное сопряженное соответствующее значению П' на Фи П' по ДХ и это должно быть равно дельта функции П' минус П' так же как для Х' тогда здесь у нас будет А' квадрат эта функция си от П' даст нам А и минус Е минус И П' на H здесь будет Х а когда вот эту функцию поставлю здесь будет стоять минус П два штриха ну или этот минус можно убрать здесь поставить плюс, а вот здесь поставить минус вот такая конструкция у нас получилась интеграл у нас по ДХ от минус бесконечности до плюс бесконечности и теперь смотрите что у нас получается значит это должно равняться дельта П' минус П два штриха точно так же как там было вот Дельта Х' минус Х2 штриха но вот эта вот величина только что мы с вами использовали представление для экспонента вот там два представления здесь интеграл по Х вот он интеграл по Х это будет 2П дельта от К а К это все что стоит вот здесь вот перед Х поэтому вот это выражение вот это выражение оно равно следующему это 2П а здесь будет стоять дельта и все что перед Х это будет П два штриха минус П' поделить на H вот делю на H так но используем свойство дельта функции такое что дельта функция от Х поделить на А равняется А на дельта от Х это свойство получается сразу если вспомнить вот этот наш прямоугольничек если я изменил масштаб Х то у меня высота меняется в соответствующее число раз здесь стояла Эпсилон теперь будет значит некий коэффициент А поэтому вот эта штука выносится сюда А естественно не равно нулю ну и можно считать что А больше нуля поэтому вот это H я могу просто вынести вот сюда вот вот сюда перед дельта используя вот это вот свойство здесь будет 2П H тогда у меня окончательно получается значит вот этот интеграл равен вот этому а все это должно равняться вот этой вот дельта функции ну и получаем следующую формулу это означает что А квадрат ну А вот так в квадрате давайте напишем поскольку вообще говоря этот коэффициент может быть комплексным умножить на что на вот это вот 2П H на дельта П 2' минус П' функция дираковская четная или нечетная четная мы с вами рисовали вот опять этот прямоугольник она была вот здесь X' она четная поэтому P2' минус P' или P' минус P2' никакой разницы нет значит А в квадрате на 2П H вот мы написали и это равняется чему это равняется условию нормировки на дельта функцию P' минус P' поэтому вот эти штуки сокращаются и получается нормировочный коэффициент А равен 1 на корень из 2П H и уже волновая функция которая является собственной функцией оператора P будет записана в следующем образом FI давайте здесь напишем P от X отвечает какому-то значению P равняется 1 на корень из 2П H это мы только что с вами получили умножить на E и P поделить на H X вот вот это волновая функция собственная функция оператора импульса P а нормировку надо делать на дельта функцию так же как и для X поскольку P и X имеют непрерывный спектр но часто будем использовать другую функцию помните мы с вами писали что P равняется H K P равняется H K ну точно так же действуя как я вот здесь действовал только вот там P поделить на H это будет K и подставить вот такие же равенства вы получите следующее что FI со значком K от X собственная функция оператора K уже а K это то же самое что P только P деленное на H будет равняться следующим это будет единица на корень из 2P H не будет под этим корнем E и KX вот это тоже очень важное соотношение и оно связано с этим непосредственно вы можете его легко получить точно так же как мы сейчас поступали с оператором P ну хорошо значит теперь давайте вспомним о том что у нас волновая функция вообще говоря зависит от времени а мы как-то даже это время опустили и значит T нигде не пишем T в нашей теории является параметром это не оператор в нерелятивистской теории вот шредингерской T это параметр и в этом и проявляется как бы нерелятивизм у вас X и T входят по-разному в уравнение X является оператором T является параметром значит давайте вспомним что у нас волновые функции все-таки зависят от времени поэтому выпишем оно как раз вот здесь появляется выпишем уравнение шредингера вот оно оно нам и нужно вот это мы сотрем это уравнение шредингера для свободной частицы а вот это вот уравнение вот это уравнение оно нам и вот это это то же самое оно нам сейчас пригодится я его даже видите писать не буду уже оно написано как раз вовремя пододвинулось значит мы рассмотрим так называемые стационарные состояния то есть когда состояние когда у нас вот эта потенциальная энергия не зависит от времени таким образом гамильтониан от времени не зависит и что у нас будет получаться это означает что у нас раз гамильтониан от времени не зависит явным образом если вы вспомните курс аналитической механики то энергия должна сохраняться то есть энергия в стационарном состоянии должна быть некой константой поэтому мы посмотрим на это уравнение и из этого уравнения видно что здесь есть две части одна временная часть а другая пространственная часть вот это зависит только от пространственной части а это только от временной поэтому способом решения такого уравнения когда у нас такая ситуация это разделение переменных значит мы представим волновую функцию Пси вот такую Пси я напишу от Х от Т что она равняется некой временной функции Т от Т это не кинетическая энергия это некая функция времени Т от Т а здесь у нас будет некая пространственная функция Пси от Х в виде произведения пространственной и временной части и подставим в это уравнение тогда смотрите здесь у нас произведение вот этих двух функций я разделю на эту величину вот левую часть и получу следующее ИН здесь будет ДТ от Т по ДТ деленное на что? деленное на Т от Т почему? потому что я разделил на Пси от Х от Т а Пси это произведение этих величин и это равняется вот этой пространственной части я ее тоже делю поскольку я разделил и левую и правую части на Пси от Х от Т тогда здесь будет стоять что здесь будет стоять? здесь будет стоять H на Пси на Пси от Х от Х а здесь будет стоять Пси от Х так Фи мы писали да? здесь у нас Фи от Х значит здесь Фи от Х вот так это будет выглядеть простая подстановка получается следующее теперь смотрите здесь у нас пространственная часть при любых Х вот это отношение равно вот этой вот временной части при любом моменте времени при любом Т это означает что вот это отношение и это отношение что? просто константа эту константу обозначим Е и тогда получается следующее теперь мы с вами получим сначала временную часть уравнение для временной части получается следующее и H здесь будет ДТ от Т поделить по ДТ равняется Т от Т умножить на Е ну давайте Е впереди напишем а здесь будет Т от Т так что это за уравнение? я уже замучил вас этим вопросом производная от функции равна самой функции что это такое? это экспоненты это экспоненты так поэтому здесь будет все просто и тогда получается что Т от Т равняется Е здесь И, H значит это будет минус И Е поделить на H Т ну проверьте когда возьмете производную вы как раз сократите вот с этим множителем и получите величину Е таким образом мы получили с вами временную функцию Т от Т вот она ну вообще говоря может быть некая константа но у нас дальше будет еще одна функция пространственная и мы все эти константы включим вот в ту функцию и там будем писать некую нормировочную константу значит что что у нас такое здесь? смотрите я на одной из первых лекций вам говорил что мы Волну Дебройля Волну Дебройля пишем вот в таком виде Е и здесь будет К Х ну или П поделить на H минус Омега Т вот это вот это Е поделить на H даже действенно равно правильно и вот здесь обязательно стоит минус вот откуда этот минус получается он получается из уравнения Шрёдингера если я написал уравнение Шрёдингера вот в таком виде и H на D Пси по ДТ то однозначно у меня будет получаться вот здесь вот минус и вот здесь вот как Е поделить на H тоже обязательно должен стоять минус понятно значит в квантовой механике вот этот минус обусловлен структурой уравнения Шрёдингера так значит временную часть мы с вами получили теперь давайте посмотрим с пространственной частью вы скажете откуда брать вот это Е откуда брать Е ну Е на H это омега по сути у нас некая ассилляция по времени есть но откуда вот у нас второе есть уравнение H на Фи от Х равняется та же самая константа Е на Фи от Х вот это Фи я напишу со значком Е ну и вы наверное догадываетесь почему потому что вот это вот это есть уравнение на собственные функции и собственные значения аберратора Гамильтона это уравнение на собственные функции и собственные значения. Решая вот это уравнение, я нахожу E, и тогда моя полная функция в Си для стационарного состояния, которая зависит х от Т, и от х, и от Т, будет определяться следующим образом. Это будет некая константа А на φ на Е от х умножить на Е минус Е на h и поделить на Т. Вот так у нас зависит волновая функция от времени и от пространственной части. А вот это вот, это и есть собственная функция оператора Гамильтона. Е является собственным значением этого оператора. Таким образом, вот это уравнение называется нестационарным, простите, стационарным уравнением. Стационарное уравнение Шреддингера. Ну, вот то, что мы называли уравнением Шреддингера, иногда называют нестационарным уравнением. А это стационарное уравнение. Давайте стрелочку как-нибудь вот так отметим здесь. Это будет стационарное уравнение. Ну и давайте рассмотрим какие-нибудь примеры решения и вот этой идеологии, которую мы с вами разбили. Значит, стационарное уравнение это уравнение на собственные значения амбератора Гамильтона, ну и простейшей функцией, простейшей, скажем, зависимостью у от х является у от х некая константа. Возьмем частицу в бесконечной яме. Вот такой будет потенциал у от х. И мы его возьмем от а, от нуля до а. Значит, здесь бесконечность, здесь тоже бесконечность. Ну, поэтому очевидно, что волновая функция вне этой ямы здесь и здесь должна равняться нулю. Поэтому граничные условия в этой точке, волновая функция должна равняться нулю в граничных точках здесь и здесь. Так, тогда уравнение Шреддингера запишется следующим образом. Стационарное. Значит, h на фи е от х будет равняться е на фи от х. Ну и теперь распишем h. Значит, здесь у нас нолик. Тогда у нас получается, что h равняется просто p квадрат, это кинетическая энергия, потому что потенциальная здесь равна нулю внутри ямы. Рассматриваем решение внутри ямы. Тогда это будет p квадрат, это будет минус h квадрат на 2m. Это мы с вами получали. Это вот эта величина. Здесь будет d2 по dx в квадрате от фи от х равняется е фи от х. Мы переносим в одну сторону и тогда немножко переобозначим все это. Значит, это будет фи 2 штриха, вторая производная по х от х. Плюс я обозначу вот так вот, k в квадрате на фи от х равно нулю. Где очевидно, что k в квадрате это что такое? Значит, это 2me делить на h квадрат. Значит, k в квадрате равняется 2me поделить на h в квадрате. Так, вот это решение, что это за решение? Смотрите, если бы здесь было время, это было бы вторая, ну фи с двумя точками от времени, плюс омега в квадрате умножить на фи от t. Это уравнение гармонического осциллятора. Только это было бы, если вместо х стояло t. Решение такого уравнения вы прекрасно знаете. Это может быть синус или косинус, или суперпозиция синуса и косинуса. Решение вот этой штуки будет точно такое же. Дальше мы напишем, может быть, и общее решение этого уравнения. Но общее решение такое будет. Вот, фи от х можно взять а на синус kx, ну я бы написал, если бы время было омега t, да, плюс b на косинус kx. Ну давайте посмотрим, годится ли нам косинус. В точке х, равной 0, волновая функция должна равняться 0. Значит, фи от 0 равно 0, и фи от а равно 0. На границах нашей ямы. Вот здесь вот. Вот здесь и вот здесь. Фи должно равняться 0. Вот это условие. Так, тогда видно, что косинус не годится. Когда здесь положу 0, это даст единичку, и это уравнение не выполняется. Поэтому вот эту штуку убираем, оставляем только синус kx, и подставляем вот эти условия сюда. Синус в нуле автоматом выполняется. Вот эта штука удовлетворяет синусу. Вот, а что удовлетворяло в точке а, мы пишем, что синус kx, вернее kа уже, должен равняться 0. Отсюда следует, что k принимает дискретный ряд значений. kn равняется следующее. Это будет kа, kа равняется nπ, правильно? kа равняется π умножить на n, где n равняется 1, 2, 3 и так далее. Целое число. Отсюда получаю kn равняется p поделить на a умножить на n, где n, 1, 2, 3 и так далее. Вот это очень важный результат. И из этого результата мы можем получить e. Мы видим, что энергия тоже квантуется. Вот это k мы подставляем сюда, и отсюда получаем e, n, которое будет равно e, n. Значит, отсюда следует, что e, n подставляем вот в ту формулу, получаем h в квадрате на π в квадрате на a в квадрате, а здесь будет 2m. Просто я перекинул, k квадрат подставил и получил энергию. А здесь будет n квадрат для e, n-ного значения энергии. То есть мы получаем, что энергия зависит от n, а сама функция у нас будет записываться следующим образом. Значит, psi от x от t. Ну, давайте, нам бы хорошо получить еще вот этот множитель a. Давайте сначала его получим, а потом запишем уже полностью функцию psi от x от t. Она будет зависеть от времени. Хотя это стационарное состояние, но зависимость от времени мы с вами получили. Это экспонента минус и омега t. Так, значит, у нас выполняется должно условие нормировки. Интеграл от φ, сопряженная от x на φ, от x по dx, это будет что такое? Записываем наш синус a в квадрате. Здесь будет интеграл от 0 до a. Здесь получается синус квадрат kx, kn-ная, вообще говоря, для n-ной функции, на dx. Но синус квадрат можно представить через косинус, соответственно, удвоенного угла, и получить соответствующую формулу, из которой получится, что a равняется 2 разделить на a корень из a. Тогда окончательно наша формула с учетом временной зависимости получается такая формула. Значит, ψ от x от t будет равняться корень из 2 поделить на a. Здесь будет синус k, ну давайте напишем полностью, π поделить на a на nx, а здесь будет e минус, ну, напишем, e на e на n поделить на h и на t. Вот это волновая функция с учетом ее зависимости от времени. Теперь смотрите, как интересно. Это стационарное уравнение, стационарное состояние. В стационарном состоянии все средние не должны зависеть от времени. Но у нас так и получается. Если мы посмотрим плотность вероятности, ρ от x равняется ψ от x от t сопряженная умножить на ψ от x от t, тогда что получается? Вот когда сопряженную возьму, вот эту ψ, у меня экспонента войдет с плюсом, а вот для этой штуки она войдет с минусом, поэтому временная часть сократится, и это просто равно φ сопряженная от x умножить на φ от x. Не зависит от t. Вот это и есть стационарное состояние. Вот эта величина не зависит от времени. Поэтому и любые средние, когда вы будете определять по вот той формуле, которая у нас вот здесь выписана, вот по этой формуле, а средняя, то соответствующие временные множители будут сокращаться, и среднее значение от любой переменной по такому стационарному состоянию не будет зависеть от времени. Очень важный результат. И просьба запомнить, что стационарное состояние, хотя оно стационарное, оно зависит от времени. Но среднее значение от любой переменной, от любой наблюдаемой по стационарному состоянию зависеть от времени не будут, потому что экспоненты войдут с противоположными знаками. Одна войдет с минусом, другая с плюсом, и они взаимно уничтожат друг друга. Теперь давайте посмотрим, как у нас себя ведут эти функции. Так, ну вот здесь... Сейчас, секундочку, давайте я тогда немножко здесь переключу. Так, Шрёдингер Эквиш. Так, ну вот это то, что мы с вами проделали. Вот наши функции Пси-Н и соответствующие зависимости от Н. То есть их зависимости от Н можно написать следующим образом. Это будет Е1, ЕН будет равняться Е1, которая равняется... Вот у нас формула H квадрат на Пи квадрат 2 Ма квадрат, когда Н равно 1, умножить на Н квадрат. То есть у нас наши дискретные уровни, вот это Н равно 1, и энергия Е1. Следующая, это будет Н равно 2, это будет 4Е1, следующий будет 9Е1, и так далее. Н квадрат на Е1. Вот так у нас неэквидистантно расположены уровни. А формулы синуса будут давать нам вид этой функции. Ну вот здесь она нарисована, поэтому я даже не буду её рисовать, а просто посмотрим, как они выглядят. Это основное состояние. Это будет... Давайте вот здесь. Вот у нас график основного состояния. Условие такое же, как для струны. Целое число полуволн должно укладываться на длине от 0 до А. Вот это у нас первое возбуждённое состояние, вот эта функция. Это второе возбуждённое состояние и так далее. Очень важно что? Что основное состояние не имеет энергию, равную 0. Как это нам объясним? В квантовой механике частицы локализованы в какой-то области, в области от 0 до А. Поэтому существует разброс дельта П. А раз разброс дельта П, значит, есть ненулевая энергия. Не может быть нулевой энергии в основном состоянии при квантовом рассмотрении. Вот это мы с вами и получили. А вот здесь квадраты. Пси n в квадрате. Ну и вот это нарисовано что? Раз я рисую вот таким образом, это вообще говоря реальная часть Пси n. Потому что Пси n у меня вообще говоря зависит от времени. Вот здесь экспоненты. И вообще говоря, вот эта штука полностью, если я буду писать Пси n, она является комплексной. Ну и давайте посмотрим, как себя ведут эти функции, как они меняются во времени. Вот что здесь такое, давайте смотреть. Значит, вот это у нас основное состояние. И вот волновая функция зависит от времени. А вот это, квадрат этой волновой функции, это Пси на Пси сопряженное. Это плотность вероятности. Видите, плотность вероятности не зависит от времени. Потому что экспоненты, еще раз, взаимно компенсируют друг друга. Понятно это? А это первое возбужденное состояние. То есть следующее по энергии. Давайте еще раз я нажму, чтобы увидеть, как меняются эти... Здесь то же самое. Вот это вот Пси квадрат фиолетовое не зависит от времени. А сама функция, видите, она движется с частотой большей. Во сколько раз частота вот этого первого возбужденного состояния больше, чем основного состояния? Во сколько? Во столько, во сколько энергии больше. А энергии во сколько? n равно 1, основное состояние. А для первого возбужденного n равно 2. 2 в квадрате, 4. Поэтому вот эта функция болтается у нас с учетверенной частотой. Понятно? Давайте еще раз посмотрим. Видите она, как быстро? Она делает 4 периода, пока нижняя, красная, делает 1. Она в 4 раза быстрее движется, потому что частота ее в 4 раза больше. И вот это здесь написано. Е2, 4, Е1. Е1 это вот эта энергия основного состояния. Понятно? Так. Ну, хорошо. Таким образом, мы с вами уже применили нашу идеологию, которая заключается в нахождении собственных функций и собственных значений операторов, которые сопоставлены определенным физическим величинам, и решили задачу для нахождения собственной функции и собственного значения гамильтониана, то есть нахождение энергии и функций, соответствующих этому гамильтониану, для вот такого простейшего случая частицы, которая находится в бесконечном потенциале ящики. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...